Здравствуйте. Сегодня 12 мая 2016 года. Канал Архи Готов. Программа Блохие новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Валерий и Сергей. На новой исторической эпохе осталось 541 день. Мы вещаем из Саратова. Слуги из России. Микрофон. Видишь, правильно. Люди мне успевают сказать, что надо повторять или было слышно. В общем, до новой исторической эпохи 541 день остался. Из Саратова, с Волги, из России вещаем. Здравствуйте. Так, что у нас какие там вопросы? Кто-то что-нибудь писал нам? Ладно. Ну, задавали вопросы еще вчера. На самом деле мы сегодня этот вопрос обсуждали по поводу того, что Дмитрий Иванов, который Камикадзе Ди выпустил видео, в котором в том числе нас упомянул. И многим показалось почему-то, что он с каким-то, как это правильно сказать, какой-то конфликтностью, в общем-то, от этого видео веяло. Но мы посмотрели, в общем-то, никакой конфликтности в этом не увидели. Сказал он, в общем-то, по сути, все правильно, что если сидеть на жопе, ничего не делать. Ну, Горький еще писал, помнишь, не своротить ко мне, думаю, кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Ну, это классика. Так что все. А про нас он отозвался с уважением, на самом деле. Не, ну, и другого и не могло быть, в общем-то, мы также относимся к нему очень уважительно. Помедленнее пишут, я записываю. Еще мне предлагают сбрить бороду, чтобы я стал выглядеть на 10 лет моложе. Вопрос к тому, кто мне это предлагает. Нифига. Вот вопрос. Нифига мне выглядеть на 10 лет моложе, а? Еще много. Я ж не Путин, чтобы ботокс себе в морду колоть. Это же, ну, взрослый мужчина, он должен выглядеть на свой возраст. Он не должен стараться выглядеть моложе. Я помню, еще я юношей был, и был такой, ну, французский сериал. Ну, понятно, что это не сериал, это многосерийный фильм по Жоржу Санту. А я это произведение не читал, потому что у Жоржа Санта я всего, ну, небольшое количество про этого великана, который там... Ну, немного читал, как бы не восхищает меня. Но вот тот фильм был очень хороший. «Прекрасные господа из Буадоре» он назывался. Я там был замечательный дворянин моего возраста, отличный фехтовальщик, физически очень сильный человек, умница, но хотел казаться моложе, умывался каждый день холодной водой и румяными лицо протирал. И в связи с этим как-то вот многие неуважительно относились к нему, потому что, ну, как, ну, что это такое? Зачем румяными морду там красить? Да плюс еще... Ну, холодной водой, ладно, еще вот румяными-то, это же совсем... Так что, такие вот дела. Много комментариев было насчет моего высказывания по поводу Мазепы. Собственно, я могу ответить, что это мое личное мнение. Я просто считаю, что на Украине очень много других героев, которым реально стоит поставить памятник, и которого у них еще нет. Памятник ставят, кому хотят, это вообще не вопрос. Тут в России столько уродов, которым поставили памятник, никаких вопросов. Как раз тема была другая, я к тому, что, ну, есть, ну, это, знаешь, вот как название корабля Нахимов, да, все Нахимовы тонут, а какие-то кренделя упорно называют. Вот я хорошо отношусь к Павлу Степановичу Нахимову, очень хорошо. А зачем же корабль называть так из-за расчета, что он все равно с таким названием утонет, да? Так вот, и сейчас вот делают корабль, который хотят назвать Нахимов. Вопрос, нафига? Вот так и здесь. То есть, есть вещи, которые, я не знаю, мы говорили, я не знаю, как они работают, но они работают. Ну, и зачем искушать Господь Бога своего, не надо этого делать. Вот, бессмертный полк в Саратове, тут нам рассказывают, в Саратской области принял участие 180 тысяч человек обоссаться. Представляешь, то есть, в городе Саратове вот это было 50 тысяч, вот это, то, что вы видели, 7 тысяч, это, по их мнению, было 50. И я вот думаю, как они считают. Ну, представьте себе картину, улица Московская, по которой шел бессмертный полк. Очень легко сосчитать, да? Когда бессмертный полк зашел на площадь революции, ну, театральная она сейчас называется, на театральную площадь, то хвост его находился на Вульской. На Вульской, да? Значит, какая ширина дороги? Если поставить людей вплотную друг к другу, то будет 25 человек. Какая длина от площади до Вульской? Ну, меньше 400 метров. Будем, чтобы удобно было считать 500. Там нет 500 и никогда не было. Будем считать 500 метров, да? Там 500 шагов. Если шагами изменить, то все, все это было 500 шагов. То есть, 300 с небольшим метром. А 25 человек, 500, если даже они стояли плотно, вот друг к другу, фактически в попу трахали, то их должно быть 25 тысяч. Это вот плотный строй от и до, и друг за другом, вот они с зубами должны друг в друг, как кошки, вцепиться. Вот тогда их 25 тысяч, представляешь? Ну, там этого не было. Там максимум было 7. И то это 500 метров должно быть, представляешь? Вот зачем они дурят себя, дурят нас? Ну, там есть же и этот... Видео это. Ну, я понимаю, что им надо отчитаться, как много там народу там в этой патриотической акции участвовал. Нет вопросов. Ради бога. Врать-то зачем? Обратите внимание, как только выходят куда-то оппозиционеры, их выходит обязательно, по их понятиям, мало. Они там в 10 раз уменьшают. Как только выходит какая-то патриотическая акция, ее в 10 раз увеличивают. Вот представь, если вот патриотическая акция вышла лет 15 назад, в начале правления Путин, ее бы разогнали, эту акцию. Потому что Путин тогда еще не был патриотом. От театральной площади до улицы Вольская, 520 метров. 520 метров? Не может быть, тут 500 шагов. Ну, хорошо, 520 метров. Я говорю, вплотную друг друг, даже мы еще... Ничего не меняет. Да, это ничего не меняет. Так что, в любом случае, мы говорим, что мы как раз и исходили из того, что 500 метров и 25 человек, если стоят плотно друг к другу, это уже проверено миллион раз. Единственного в Мордовском селе ветерана ВОВ забыли отвезти на митинг в День Победы. Сейчас тебе опять будут писать громче. Да, вот представляешь, в Мордовском селе был один ветеран. Как раз его и забыли. Я сразу вспоминаю... Ну, это, конечно, обидно. Представляешь, вот Василий Левкин, 90 лет. То есть, вот с утра собрался, все старики встают рано, проснулся, там вся в порядке привел, ордена начистил. Сидел, ждал, пока за ним приедут, а за ним не приехали. То есть, вот при таких делах он может до следующего Дня Победы и не дожить. Он же живет от Дня Победы до Дня Победы. Понимаете, что если им можно было, как бы, вот этот корианический способ, то их надо было замораживать и к следующему Дню Победы на один день размораживать. Потому что, ну, вся остальная жизнь у них, это только болезни, проблемы, в том числе и коммунальные. Огромное количество проблем с государством у них. У ветеранов, так как не парадоксально. Вот, и я сразу вспоминаю, как Дима Аяцкого раздавал ветеранам машины. И вот страшную такую картину я видел, вот он там какие-то им там ключи раздает эти. Один ветеран старый, старый, лысый такой. Полез ему ручку целовать Диме Аяцкого. Был потрясающе. То есть, реальный ветеран, понимаешь, Диме там ручку за машину целует. А потом, что меня потрясло, это ветерана забыли. То есть, родственники там очень веселились, что получили машину, они все погрузились и уехали. А ветерана забыли, он стоял плаком. Эта вот картина, она у меня где-то вот так сохранилась внутри. И я периодически, когда это вспоминаю, у меня снова слезы наворачиваются. Так что, ну, тут ну что комментировать. Ну, кемеровским ветеранам ко дню победы подарили по бутылке водки. Это сейчас такое послевкусие, после дня победы мы узнаем все больше интересностей таких. Вот по бутылке водки вам ветераны. Причем, ты хотел там сказать, да? Да, в Чечне, если кто забыл, в Чечне даже не ветеранам, а вдовам ветеранов подарили ко дню победы, ну, вручили, вернее, по миллиону рублей. В Ингушетии оставшемся... Миллион восемьдесят тысяч, если быть точным. Ну, да, если быть точным. В Ингушетии по 220 тысяч, каждому ветерану по 220 тысяч рублей. А тут вот бутылкой водки обошлись. Да, вот в Грозном ветераны по 300 тысяч получили, а 22 участника войны в Чечне по 250 тысяч получили, ну и так далее. А там по бутылке водки. Я сразу вспоминаю историю, которую я уже рассказывал. Как-то предложили мне денег дать ко дню победы на обед ветеран. Я говорю, сколько надо дать? 30 тысяч. Ну, нет вопросов. Вот этот вот совет ветеранов, который небезызвестный, это Фролов, да? Или как его там возглавляет, который... Все говорят, что во время войны он ребенком был. Ну, может, пионером-героем, да? Вот. Отметил, говорят, 85-летие в 10-м году, а 80-летие в каком? В 12-м. В 12-м. В общем, все как-то не так. Так вот, выписал я им 30 тысяч и приехал в училище химической защиты, где проводилось мероприятие 9 мая. Приезжаю, смотрю, ёлки-палки, там по бутылке, по полбутылки водки на человека стоит на столе. Какие-то домашние соленья, конфетки самые дешевые, каши гречневые с мясом по вот чуть-чуть, в общем, там, я не знаю, максимум на 2000 всего, а то и меньше. И Лёнь Песной со мной рядом, тоже депутат областной. Я говорю, Лёнь, вообще я 30 тысяч на этот обед дал. Он говорит, я дал больше. И мы такие потрясенные, сидим, смотрим. И вдруг встает этот Фролов и говорит, вот там, спасибо, там, День Победы, туда-сюда. И хочу предложить тост Сан Саныча Сундеева, главу Кировского района, тогдашнего, за то, что он нам организовал такой хороший стол. И мы такие вообще упали с песной, такие, представляешь? То есть я дал 30, песной дал больше, а организовал Сан Саныча. И потом, когда эти были праздничные мероприятия, они приходили ко мне, я говорю, ребят, вот мне список ветеранов, мы сами все развезем, обед вы хотите, нет вопросов. Вот у меня помощников полно, мы сами все там организуем, все купим, подарки всем сделаем. Давайте. Как вы думаете, что было? Ничего. Никто не дал ни одного. Ну, даже я думаю, они могли бы сэкономить, то есть я бы организовал, как тот Сан Саныч, они бы там под это дело украли, что-то они даже и не стали. Им это неинтересно, им нужны были бабки. Мегафонс. Да, извиняюсь. Мегафонс случайно поздравил Гитлера с днем рождения ВКонтакте. Да, вот видишь, какая прелесть. То есть ветерана из Мордовии забыли поздравить, а Гитлера, Адольфа, причем, что там написали, ты говоришь? Да, там, ну там очень, не очень сложная система, просто сейчас нет даже смысла на это тратить. Да расскажи, интересно, что это? В общем, у них есть бот. Принцип какой? Есть компьютерная система. Каждая страница в социальной сети ВКонтакте привязана к какому-то номеру телефона. Если он у вас есть в открытом доступе, то Мегафон копирует ваши данные, ну, вернее, как данное имя и фамилию, да? Если у вас телефон мегафоновский и у себя в группе, значит, Мегафона ВКонтакте, на ваш день рождения вам автоматически там напишут, что там наш абонент, там, Вячеслав Мальцев, поздравляем вас с днем рождения. Ну, и кто-то создал страницу, которая называется Адольф Гитлер, и там указал номер телефона Мегафона. И, в общем-то, там написали, что наш абонент, там, Адольф Гитлер, там, с днем рождения вас, спасибо, что вы с нами, да, спасибо, что вы с нами, ваш Мегафон. Спасибо, что вы с нами, Адольф. Адольф Алоизович, спасибо, что вы с нами. Маразм. Вот это, знаешь, как называется? Это называется мерзость запустения. Вот в том, в информационном плане мир стал информационным, и мерзость запустения некая другая. Вот она, как выглядит. То есть, ветеран реальный, живой, вот он вам, его не поздравляют. Но завтра, в следующий праздник, понесут его портрет. Этого ветерана, и будут рассказывать, какой он молодец, там, и так далее. А его забыли. Но в следующем году напечатают его портрет, и понесут вместе с той бабушкой ветераншей, которая повесилась, с той, которая от голода умерла, и так далее. Но зато Гитлера будут поздравлять. Ну, так вот устроен этот мир. Да, и друзья, у нас, ну, в общем-то, в интернете есть уже в открытом доступе данные вот этого ветерана, о котором идет речь из Мордвы. Мало ли, может быть, кто-то из наших соратников... Там есть, да, может быть, у вас подъехайте, поздравьте, да, скажите, что мы не забываем, мы не забудем никого, что, в общем-то, те, кто, так сказать, заслужил, серьезно заслужил перед Россией, и в прямом и в переносном смысле мы никого не забудем, и ветераны этого не забудем, и путинцев этих не забудем. Если не получится найти данные, хотя их можно легко найти, если не получится, вы нам пишите на электронную почту, мы вам пришлем и номер телефона, и адрес. Выстраивавших танковую свастику игроков World of Tanks пожизненно забанили. Да, то есть, ребята играли в танчики, доигрались для того, что свастику изобразили, и их пожизненно забанили за злодейство. А вот потрясающая вещь, а я так понимаю, что там и немецкие танчики со свастиками, это все нормально, да? А, ну, не знаю, у меня, я не могу это комментировать, но я считаю, что, конечно, забанивание навсегда, тем более в такой игре, где присутствуют такие вот символы, как свастика, ну, странно, по меньшей мере. Ну, это такое вот мракобесие уже. Они, эти, играют в танчики, а танчики играют в патриотизм. Это вот парадокс. Вот все, вот эти путинские, они еще патриоты, что ли? Ну, они 10 лет назад, я говорю, они меня рвали на части за то, что я не давал возможности отменить Знамя Победы. Не дал Саратской областной думе проголосовать за то, чтобы отменить Знамя Победы. А это было очень важное условие, то есть они разослали по всем думам, и все должны были проголосовать. И почти везде нашел такой мальцев, который это дело забанил, да? А теперь они самые главные патриоты, вот эти же уроды. А мальцы самый главный экстремист. А, да, ну, не патриот, одним словом, да, не патриот. В День Победы Россия... Там нет свастики на танках, пишут. Ну, я не играл в танчики, я не знаю, потому что немецкие танки есть, на них же символика какая-то есть, да? Там Тевтонский крест должен на них быть обязательно, ну, и что-то же должно на них быть, или как их опознают, что они этакие. В День Победы россияне подрались из-за колбасы в магазине. Ну, Ростов, я давно видео не видел, кто-то упер колбасу и их там начали избивать, там, такие разборы из-за колбасы, это жуть. То есть толпа народу, человек 10, причем я думал, что вначале, что лупят вот этих вот, которые украли, а потом понимают, что там какие-то еще появились, и что там это, друг против друга устраивает рок-н-ролл, в общем, ну... То есть видео, это как били у кравших колбасу. То есть, если отца Федора Остапскиса и не догнали, то этих догнали, вот били, били у кравших колбасу в День Победы. Такая была своя маленькая победа в Ростове, такая маленькая побили. В Саратской области с начала года произошло 777 пожаров. Да, вот за 4 месяца в Саратской области 74 человека погибли. Причем разные данные дают, как это ни странно. То есть, давали только что данные 42 человека, теперь 74. Я думаю, что сейчас вот это вот движение по уменьшению пожаров, а что выльется, знаете... И будет больше? Нет, как на дороге. Движение по уменьшению количества ДТП вылилось в обкрадывание граждан. Вот сейчас они придумают кучу законов, как оштрафовать за то, за сё. Но здесь нет прав, понимаешь? Значит, что-то другой будет отнимать. В любом случае, сейчас они какие-то дракомские меры во благо нам будут включать, чтобы у нас отобрать лишнюю копейку. Сейчас вот пожарные будут так же, как инспектора ГАИ ходить, накладывать на всех, про всех штрафы, и суды будут плющить всех. Или ещё хороший вариант, и на мой взгляд вполне реальный. Представьте, Кисель ТВ будет массово транслировать, вот даже можно в прямом эфире транслировать эти пожары, огромные, да. И будет возможность отправлять, например, смс-сообщения в поддержку пожарным или я не знаю кому. И каждое смс-сообщение будет стоить определённую сумму. И они это будут тиражировать, как что, вот мы единым фронтом в борьбе со стихией, будем побеждать и так далее. И вот, пожалуйста, будут какие-то суммы собираться. Бомж пять дней катался на чужом велосипеде. В Саратове опять очередное зловещее преступление. На крыше бомж украл велосипед, катался на нём. Не знаю, вот фотография такая, он это не он, но хороший такой кадр. Я думаю, что это не он, потому что это на бомжа не похоже, это похоже на обыкновенную работягу. Я сразу же вспоминаю историю замечательную, как это в... Я уже сегодня цитировал, да, как в «Тысяча и одной ночи». Говорит, эта история могла бы быть выколота тонкими иголками в уголке глаз. Вот так и здесь. Такая замечательная история. Я участковый, а напарник мой, ну и в общем-то и наставник Алексей Степанович Баранов, он в одном пикете мы с ним сидим на крекинге. И тут он провожает сына в армию. Я зашёл к нему, ну у нас, что, участковый, работа 24 часа в сутки. Даже если ты вроде как не работаешь, то ты всё равно работаешь. Ну, он там махнул пару рюмок, меня угостил, выпей там сына в армию. Ну ладно, что, выпил рюмку водки. Ну так, и, ну не рюмку там, наверное, выпил. В общем, мы идём в такие форменные одежды, но хваченные, не пьяные. Ну так, хорошо нам, такие мы идём по участку. И вдруг вот такой же дяденька едет на велосипеде. А надо сказать, крекинг, раньше это были сплошные дужи зимой, потому что там было паровое отопление, оно постоянно прорывалось, отовсюду шёл пар, я называл это долина тысячи дымов, как в земле Санникова. И там кругом такие лужи. И он видит двух ментов, этот гражданин, и решил, что надо нас объехать. Ну, он такой вот едет, безусловно. Причём это зима на велосипеде, представляешь, пьяный мужик. И он разгоняется, заезжает в лужу, она глубокая, он поднимает ноги. Но, естественно, не крутит педали. И вот как вот этот гражданин падает в лужу и лежит. И не знает, что делать. И мне понравилось, как отреагировал Баранов. Он засущивает так вот свои брюки, заходит в ботинках, представляешь, в ботинках в воду заходит, то есть намочил ноги над ухом у этого человека, говорит, ну чё, доигрался, уй, на скрипке. Это было так смешно. В общем, совершенно ни о чём, но такая потрясающая фраза. Я ржал, я думал, с ума сойду, после этого мы разворачиваемся и уходим. Представляешь, два мента этот, ну, стоят, ведь мокрый, грязный, садится и поехал дальше. Такая вот картина. Я вот увидел эту фотографию, сразу вспомнил того с велосипедом, который доигрался на скрипке. В общем, мне это, извиняюсь за такие воспоминания. Но вот это зловещее преступление на крыше, это вот то, что выдаётся в наши СМИ для того, чтобы увеличить количество каких-то вот вещей, связанных с раскрытыми правонарушениями, с раскрытыми преступлениями. То есть, так, там убили, здесь зарезали, там вроде никого не нашли, не раскрыли. Обратите внимание, у нас печатают в средствах массовой информации только тогда что-то, когда преступление раскрыто или уже ясно, что оно будет раскрыто. То есть, если кто-то там пропал куда-то, ну, и на здоровье. Вахтовикам в Ижевске пришлось скрыть вены, чтобы получить свою зарплату. Да, страшная такая ситуация. И причём я так понял, что фирма, которая задолжала вахтовикам этим, она сразу же расплатилась, как только они вены вскрыли, и сказала, что это бывшие зэки, поэтому у них вот привычка вскрываться и так далее. Но вообще, конечно, наверное, это впервые в истории России, в новейшей, люди вскрылись толпой на воле. То есть, это такая модная тема в местах заключения, безусловно. Но вот здесь они привлекли внимание и выплатили сразу зарплату. То есть, таким образом, они показали путь, которому теперь будут следовать многие. Ну, видишь, раз так ты требуешь зарплату, никто внимания не обращает. Раз там собрались толпой, вены вскрывали. Голодать уже не модно. Ну, вот в Волгограде голодали, голодали, ничего не получили. А здесь рад только. В Волгограде тоже много. Ну, да. Изрезанную девочку нашли в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы. Странная такая история. Надо будет посмотреть, что там дальше, потому что задержали юношу, у которого изрезаны руки. Он вроде эту девушку порезал, и она умерла. И, в общем, странно там все. Как-то вот этот изрезанный юноша, который дал признательные показания уже. Причем пишут, что он оставил националистический след в компьютере. Он там в какой-то группе националистической, ну, в каких-то социальных сетях, в какой-то националистической группе. И тут уже все они. И параллельно появилась версия о его участии в серии нападений на выходцев из южных регионов. Ну, в общем, все сейчас тут. Ну, придумывают столько сил. И в серии он воевал 100%. Да. И Кеннеди тоже, возможно, он убил. Возможно. Задержанный за убийство 60-летнего мужчины, 37-летний житель Саратова, начал давать признательные показания. Интересная ситуация. Видите, 60-летнего мужчину, он пропал еще 9 января. Несколько дней назад был выброшен труп на берег Волги, связанный и с пакетом на голове. И тут вот какого-то задержали человека, который с этим 37 лет ему, он жил с ним в общежитии. Они, вот странное тут вот сообщение, алкоголь они не употребляли, этот был фермером покойный, они решили, что надо жить вместе в общежитии, одному 60 лет, другому 37, какая-то такая странная тема. Вот что-то они там не поделили, он один другого убил молотком, а потом, значит, связал его, надел пакет на голову, утопил в Волге. Как-то оно не вяжется. Я понимаю, если связал, для чего? Ну, для того, чтобы там как-то легче было нести в сумке. Ну, нет вопросов. Вполне допускаю. Ну, пакет-то на голову нафига покойнику надевать? Смысл какой? Как-то все это странно, тоже какими-то там нитками, не тем цветом шито. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, как говорит Вячеслав Квальцев, развлекаются, ребята? Ну, да. причем, вот еще, что меня удивило, что прибило к берегу Волги у поселка Князевка, как раз я там в тех местах и был, участковым, это... Ну, Князевку, в частности, Казак Владимир обслуживал, ну, набарник мой, да, а я-то Крекек обслуживал. И могу сказать, что Казаку сильно везло, потому что в Князевке утопленники не всплывают. Они все всплывают наувеки в ковше, потому что стечение Волги такое, что вот в ковш приезжаешь на машине за тем, чтобы увезти оттуда утопленника. Вот пока ты ехал, там еще два всплыва. Ну, это классика. И сколько уж выходил я на опознание этих, которых... Говорит, опознаю мужа своего Василия по метке белыми нитками, сделанной на синих плавках. Вот такой, то есть вариант опознания, потому что больше, как я одной следователю, одной убили племянника, мы его нашли там, к нему рельсу примотали, он с ней всплыл. Кстати, недавно было сообщение, что где-то в Нью-Йорке обнаружили первый труп с бетонными ботинками. Ну, то есть, вот бетонировали ноги в тазу, и вот обнаружили первый труп, потому что его вынесло, почему вынесло, потому что технология бетона нарушена, там пузырьки в воздух, он не такой тяжелый, такая фигня вообще. На самом деле, любой человек, который изучал эту тему, знает, что в воде, в воде при определенных условиях тело поднимает свой вес плюс 30 килограмм. То есть, если тело 100 килограмм весит, если к нему привязать 100 килограмм, то он всплывет, представляешь? Поэтому вот эти пробетонные ботинки, это больше, наверное, из литературы про мафию, а не из реальности, потому что, конечно, всплывет в этих бетонных ботинках 100%. Вот, и поэтому такие поля, которые показывают в фильмах про мафию, поля таких-саких кренделей, которые там стоят, это ерунда полная. Вот, я говорю, вот по этому делу что-то там не все так, как они говорят, но посмотрим. Бывший руководитель ООО Дальневосточный Центр Судостроения и Судоремонта Игорь Барбот объявленный в международный розыск в связи с уголовными делами о хищении более 4 миллиардов рублей при строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае задержан в США, сообщил РИА Новости и источник близких к расследованию. Интересная ситуация. Вообще, вот, очень все весело. Вот этого Барбота там, я не знаю, Барбоса задержали за то, что он деньги украл там, 4 миллиарда, да, там, а он Ралдугин со своей милой мчили, все нормально, его никто не задерживает, никто не ловит. Поэтому, я думаю, что если вот здесь возникла такая ситуация, то по всякому роду Ралдугинам она тоже выстрелит. То есть, какие только не по запросу, там, здесь, я так понимаю, через Интерпол России запрашивал, путинцы запрашивали, чтобы этого Барбота выловить, а других Барбосов уже выловят, я думаю, по запросу Соединенных Штатов вот с этим Панамским делом. Или Испании. А? Или Испании. Не, я думаю, потому что дело-то возбудит, ну да, Испании, ты имеешь в виду то дело с наркотиками, да, я вполне с этим согласен, но вот в рамках Панамского дела там и больше и участников, и как бы возможно больше обвиняемых российских, но и они ближе к Путину. Есть там какой-то генерал в этой Испании, хотя тоже Иванов и согласен, да. Соратники наши пишут, ну или не соратники возникает вопрос, пишут о том, что нас удалили с лавной переменой, никто нас не удалял, вот я сейчас специально зашел, посмотрел, мы находимся на сайте, все хорошо, и еще раз напоминаем, что сейчас голосовать бессмысленно, голосовать нужно с 28 по 29 мая, только в течение двух суток до полуночи 29 мая. Сейчас нужно зарегистрироваться. Да, сейчас необходимо регистрироваться на сайте до 25 числа регистрация, то есть, если вы хотите 28 или 29 зайти, зарегистрироваться и проголосовать, то так, к сожалению или к счастью, не получится, то есть, только до 25 мая регистрируемся, 28-29 голосуем, поэтому мы на сайте, мы в праймерс, все хорошо. Путина не отдадим, пишут, то мы его и не забираем, вы можете вместе с ним абсолютно спокойно находиться в тюрьме, там, в лагерях, мы у вас его не заберем, он нам не нужен. В Китае. В Китае истребитель упал на здание фабрики. Да, повезло, что в здании никого не было, вот, такая вещь. Авиационных катастроф очень много в последнее время, частота усиливается, таких вот катастроф, которые вроде бы проходят без больших человеческих жертв. А когда такое происходит, то мы увидим, что идет, идет, увеличивается, 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 потом какая-то пауза и потом дыдыщ, и все. Очень большое количество человеческих жертв. Можно, кто-то из наших даже зрителей, наверное, год уже назад диаграмму вычерчивал, и она очень ровная, как это, не парадоксально, прям, пока накладывается одна на одну и прям, ну, почти тождественно. То есть, значит, есть какая-то в этом система. Сенат Бразилии поддержал начало процедуры импичмента президента страны Дил Морусов. Да, но тут нам уже написали, что вы опять удивили своей прозорливостью. А чем я удивил-то, в общем, тогда мы первый раз сказали, что Дил меня это и Русев капец, когда она села за один стол с Путиным кушать в Австралии. Никто не сел, а она там его, и мы сказали тогда, что Путин бедоносец, и что те, кто пытаются с ним якшаться, они обязательно вот тот негатив, который мог бы быть отнесен к Путину, он относится к ним. Ну, такой перенос делается, я не знаю, почему. Так, получается, что мы вот здесь даже шлепаем Путина, а это вот идет туда, на эту Дил Мурусев, ну, и на всех, кто с ним пытается обниматься. Обратите внимание, кто с ним дружит, у всех очень большие проблемы возникают, жуткие проблемы. Ну, там, начинают берлусконить, не будут, да, этого негра, который из ЮАР, да, вот, Руссов, аргентинская президентша, ну, и так далее. Кто пытался с ним ручкаться, недаром китаец всячески подчеркивает, что он не дружит с Путиным. Он же там понимает во всех этих делах, что там по фэншую, что Путин не фэншуйный, что с ним нельзя дружить, потому что будет геморрой. и... Сосулькой прибьет. А? Сосулькой прибьет. Да, сосулькой, да, может по башке стукнуть, как у того друга путинского, да, и вот Дилма Руссов отправил правительство в отставку после того, как ее отправили. Это вот, я не знаю, как можно, это нельзя, как-то, представляешь, то есть ее полномочия прекратили, она отправила. Ну, может, по их закону это можно, фигурует. Я не думаю, что она будет сильно упорствовать. Вот она там бьет себя в грудь, что она там, блин, будет всячески бороться за то, чтобы удержаться. Все, паровоз ушел. Во-первых, народ против. Во-вторых, ну, парламент, обе палаты против. Тем более, в Сенате в первом случае за временное отстранение должно было проголосовать половина, а уж за окончательное две трети. Ну, сейчас проголосовало 55 за отстранение и 22 против. То есть, понятно, что 55 это больше, чем две трети. Вот. И понятно, что если нужно будет набрать еще для одного голосования две трети, конечно, наберут. Потому что эта система работает так. Их может стать только больше, кто проголосует за ее отставку, но не меньше. Ну, потому что люди, как ни странно, они любят быть с теми, кто побеждает. А она проигрывает. Поэтому, если 55 проголосовал за то, чтобы ей импичмент объявить, то следующее голосование их будет больше, чем 55. Минобороны заявил, что в Сирии погиб российский военнослужащий во время обстрела. Нет, то, о чем вчера ты говорил, Сергей, да, то есть, вот какой-то военнослужащий, связист из Воронежа погиб, и говорят, что ему теперь посмертно дадут чего-нибудь. Ну, что ж, ну, если там каком-то Джоша, как он там, его фамилию забыл, который отару овец спас героя России, дали, да, Путин в свое время дал героя России за спасенную отару овец, слушаю, как минимум, герой России, если герой России не даст, то будет обидно, потому что там за овец дали, да, здесь вроде как за сирийцев. Россия начала строительство ракетного поезда с межконтинентальными ракетами. Московский комсомолец вот такую хрень сказал. А знаете, на самом деле, как новость звучит? Россия не будет строить никаких этих поездов. Вот так она звучит, эта новость. Потому что в 2014 году Путин отдал распоряжение начать строительство этих всех поездов ракетных. Сейчас шестнадцатый год. Шестнадцатый год. И Министерство обороны заявило о том, что в восемнадцатом году начнут рисовать проектно-сметную документацию. Понимаешь? То есть был как, в четырнадцатом году Путин говорит, что вперед, час будем тут поезда эти клепать. И мы как ему серьезно отнеслись. Тоже подумали, ну, наверное, один там пару поездов склепают. Потом через год ну, надо что-то говорить про эти поезда. Заявили о том, что к двадцатому году шаги-гей поезда там, блин, будут ездить. Теперь заявляют о том, что к восемнадцатому году будет какая-то проектно-сметная документация на эти поезда. Представляешь? А вот некоторые СМИ РЕН-ТВ в России создадут ракетный поезд. Россия трут. Начала строительство ракетного поезда с межконтинентальными ракетами и так далее. И вот тут прям серия. Но некоторые написали более мягко. Вот наш любимый ТАЗ написал. в России приступили к созданию элементов ракетного поезда. Элементов таких. Колесос. А вот Life News сообщили о старте создания элементов новейшего российского ракетного поезда Баргузин. О, как он называется. Эй, Баргузин пошевеливый вал. Всегда вот кого не спрашивают, почему-то люди никогда не знают. Что такое Баргузин? Вот песней Баргузин пошевеливый вал. Баргузин это что-то типа лося животное. Баргузин это ветер. Баргузин это ветер на озере Байкал. Вот Эй, Баргузин пошевеливый вал. Молодцу плыть недалече. Почему-то даже те люди, которые ездят на машине Баргузин они не знают что такое Баргузин. Я Баргузин есть и животное. Я загуглил я не дурак. Ну хорошо. Значит я дурак. Человек не может всегда быть прав. Справедливость ради он совсем не олень поэтому я все-таки что-то типа енота. Я не знаю загуглите Баргузин животное очень похож на енота. Ну хорошо видишь Баргузин. А вообще я всю жизнь считал что это ветер на озере Байкал. Ну так оно и есть. Ну вот что у него есть еще такое значение как зверь такой зверь чудесный зверь Баргузин А вот соратники пишут что живут на реке Баргузин Ну да это тоже да вот и тут насчет вот этих автомобилей мы начали сразу говорить и у нас новость знаменитая Баргузина Соболь ну да но который я так понимаю это порода соболей такая уже которая человек вывел наверное хотя могу заблуждаться вот генерал отломал ручку двери показывая Путину военный УАЗ патриот такая фотография обошла все СМИ ну и видео как вот генерал такой бросился услужливый раз херак отлетел вот видно что ручка такая копеечная сделанная из пластмасса и пластмассы и знаешь что сказали что так это что было да потому что УАЗик этот если не включено зажигание то у него все двери заперты открыто только водительская то есть это они так Путина подпустили к УАЗику закрыли все двери и говорят слышь лох мы тут пока зажигание не включим ты там постой и подожди такая муть вообще просто вы не видели видео как все это делается нет не видел вот на самом деле меня что удивило в данной ситуации это то поведение вот этого военного который открыл значит эту дверь пытался открыть вот логически как должен действовать человек он оторвал эту ручку но у него должно быть замешательство какое-то а он ее отрывает ровно как бросает гранату то есть он оторвал тут же кидает ее в салон автомобиля вот вообще даже без доли раздумий как будто так и должно было быть то есть он открывает эту ручку кидает ее в салон автомобиля и лезет открывается через заднюю то есть из салона руку засовывает в окно и из салона пытается открыть дверь то есть его вот эта оторванная ручка вообще нисколько ни на секунду не смутила то есть возможно может быть они ее на клей приклеили он ожидал что блин приклеилась не приклеилась оторвал их черт надо бросил ее по другу настоящий военный да так российский нот ничего не боишься ребята включая путина по руках говно ржавеет не то что там эти ручки отваливаются ты в саре вот чем чем там они не делали даже мелочь какую-то у них ничего не получается причем вот мы сегодня предположили что вот я не знаю 100 тысяч таких автомобилей поставить ни у одного больше не отвалится ручка а вот если приедет путин то его и ручка и ножка и все разваливаться беда носит энерго мост в крым заработал на полную мощность блин вот не верю ты знаешь вот на полную мощность заработал горит все и энергии крым наделили по полной программе даже столько и не надо вот вопрос так хочу отключение в крыму теперь не будет кто может гарантировать что там не будет отключить дать поспоришь еще до ближайших выборов которые там собираются осенью проводить там будут отключения больше чем причем верные какие эти аварии ну потому что то так это устроена система и они рассказывают вот этот энергетический мост они провели как будто они реально какой-то мост построили там кобеля бросили представляешь энергетический мост они провели это такая заслуга колоссальная захару рассказал как киев подставил германию оказывается украинские там ребят который вели переговоры в этой в рамках вот этой четверки нормандской они повесили карту где крым украинский и в связи с этим она считает что они как-то подставили германию и германия была в замешательстве о чем вообще человек говорит ничего в голове то они должны были повесить карту где крым российский крым наш что вот тогда бы они действительно подставили там все бы охренели скале еще о чем тогда мы здесь разговариваем все нормально тогда все довольны все смеются я я не понимаю чего не в голове причем она тут умничала что тут рассказала рассказала анекдот то есть у нее уже классический такой вариант она она по любому поводу рассказывает скучные и не смешные анекдоты эту раскраска перескажу анекдот который она рассказала потому что может быть у меня отсутствует чувство юмора когда небезызвестный руководитель украины обращается в молитвах к всевышнему я цитирую помоги вернуть крым а ему отвечает крым вы уже вернули теперь пора вернуть деньги это дальше надо смеяться я вообще просто потрясен то есть ну они тогда задорного приплачивали что что он бы чуть смешной я и говорю какие-то геги геги готовила она почему-то блистала но значит совсем уж как-то тупо то вообще это это я представляю какой-то там сидел умняшка который бы слышь захарова там какой-то у нее подчиненные может быть ног и я не знаю иборь какой-то и это вот я те какую смешную чисто придумал поле а какой ты молодец там давай сейчас я посмешу всех ржали всем притонов теперь тем такая они кто-то от захаровой да так рассказал бы все должны так переглядываться ой ой так вот надет европарламент принял резолюцию относительно крымских татар об этом сообщает телеканал 112 украина очень очень недоволен европарламент и я так понимаю что будут оспаривать принятие решений верховным судом о запрете миджелиса ну в общем правильно и вот кстати соратники наши сразу отвечает в евпатории сегодня было света но да сразу вот можно сразу все все починили все решили все все наполнили путин сказал что все хорошо никогда такого не было крыма бюллетени на выборах в госдуму напечатать на трех языках ой какое счастье там представляешь на трех языках русский украинский татарский можно еще на турецком напечататься ну что толку-то молодцы кому-то тоже какой-то вот наверное чей-то этот крензель до какой-то мажорик ему в голову пришла такая вот мысль вселенского масштаба так и креатив вот такой креатив в крыму завели дело на зампреда запрещенного миджелиса да он оказался экстремистом представляете потому что потому что вот он не понял что миджелис запретили и от этого он зампред оказался экстремистом так вот сидел сидел нормально друг раз слышу а ты ж браток экстремист удивительные ребят вот я не понимаю поклонской она 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 глупая я понимаю надо не шик умный да ну там же есть ребята которые это все дело курируют винты это зачем но представь что сейчас в отношении этого человека который не совершал никаких преступлений они возбуждают дело начинает его трамбовать вытягивают кучу народу они же не могут просто так его привлечь к ответственности а им нужно допросить 22 миллион татар там по всему миру то есть они начинают выдергивать всех бесчинствуют поступают совершенно нелепо в результате озлобляют всех кто и не был ну может кто-то занимать каким своим бизнесом и не лезет туда сейчас они вас хватит притащу допросит она обозлится безумно он притащит с собой адвокатов да там будет какая-то перепалка потом он будет две недели это дело обсуждать со всеми своими родственниками рассказать какие там пидоры сидят ну и все понимаешь то есть вот то масса которая была она была небольшая она не была критической а сейчас они все увеличивают часто это хизбут этого тахрира там поймали из этой организации никогда ее не выговорю как она правильно который нигде не запрещена вот и сейчас выловили там в крыму и по всему крыму ловит и и истаскивают потому что они там экстремисты какие они экстремисты часа не станут экстремисты а он какое-то действие совершил за что вообще привлекать ну как за что потому что они решили потому что он должен был сказать да я согласен что там это запрещенная организация можно мне там какой-то от вас кусочек там какую должностенку чтобы я вас там целовал в жопу и портрет путина повесил в жопу и целовал его он это не сказал понимаешь то есть он оказался приличным человеком и они вот трав будет но ты же понимаешь что каждый человек знает чё хорошо чё плохо от рождения он это знает это у нас внутри сидит и поэтому те кто рядом они понимают что они трамбуют его абсолютно напрасно но не напрасно а без какого бы то ни было преступления а те люди которые подспошли портрет путина в жопу целовать но они не лучшие люди и они это видят они живут с ними они видят что-то козлы а вот это приличные люди но и и с кем человеку хочется общаться и быть ему хочется быть с приличными людьми им с козлами не нравится с козлами да вы некоторая группа людей любит там что-то бабки какие-то вместе воровать еще что-то а вот как-то все остальное будь как-то с приличными я перебил тебя извините депутаты киевского городского совета направили российскому правительству письмо острожение двухсторонних соглашений по братимских отношениях между украинской столицей и москвой и тут как нужно было нагадить до чтобы киевские депутаты разорвали отношения с москвой по-братимски это ужас как это просто слов нет никаких и сейчас же наверняка там я не смотрел кисель ты в этом рассказывает какие они укрыть бендеровцы там я не знаю кто злодеи и так далее то есть вот для того чтобы разорвать отношения с москвой я думаю украинскому депутату любом нужен только 20 минут посмотреть кисель тв все больше ничего не нужно и я честно говоря вообще удивляюсь почему они еще раньше их не разорвали это писать какое терпение там у людей 20 минут вот ним хватило 20 минут кисель тв все и и уже не остановишь киевский суд не признал не признал военной агрессии рф против украины я понимаю так что обратилась стреляет упал кто вот это общественный проект открытый суд был и подали я понимаю так еще два года назад до заявления о том что признать агрессию ну или в общем давно уже подали но тут ссылаются на то что министерство внутренних дел украины не передала тех сведений которые должно было передать в результате не было улик но я понимаю то есть обратились суд бремя доказывания лежит на исце они рассчитывали исцы общественной организации рассчитывали что сведения им предоставит украинское государство то есть мвд там служб безопасности и так далее никто ничего не предоставил нет сведений нет в общем-то решения суда того которого они ждали но это логично вопрос другой вопрос почему мвд украины не предоставил сведений помилованный экс-глава мвд луценко назначен порошенко генпрокурор украины луценко это как бы из бывших то есть также как и порошенко понятно что порошенко назначил помог вернее назначится тому кого он ну кому он доверяет с кем он работает и так далее но с точки зрения украинского народа конечно не лучший вариант и каждый раз когда будет назначаться человек из бывших каждый раз темп вообще развития будет падать ну потому что ну кто вот ну предположим он золотой серебряный бриллиантовый луценко я его лично не знаю но как люди будут относиться к человеку который стал прокурором то есть должен быть кристально чистым человеком генеральный прокурор есть кто-то там из депутатов может где-то из возяком быть то это должен быть кристально чистый а он сам был под судом более того его помиловали это как понимаешь то есть ну причем там не в экстремизме его обвиняли да там в общем-то финансовых каких-то делах неправильно вот мое мое видение в общем я я не претендую что этого сто процентов так так и должно быть я понимаю что порошенко делает так как выгодно ему если он поставит бриллиантового серебряного прокурором и кристально чистого то у него самого возникнут серьезные проблемы потому что уже не будет прогибаться кристально чистая зачем ему это нужно но если у нее такая биография уже не захочет себе некролог портить посол рф александр вишняков вызван в министерство иностранных дел латвии после эмоциональных высказываний которые дипломат сделал в интервью с местным сми об этом сообщил пресс-секретарь латвийского мид рэмонс янсонс ну вишняков я так как мы уже говорили как черномозин говорил про зюганова в субботу на каком-то там собрании ли совещание он же допустил недопустимое вот так так и вишняков но что чем мне нравится путинский мид это такое как ведомство геббельса какой-то да то есть послы высказываются вот где еще это было чтоб посол высказывался по посол это фактически технический работник он высказывает не свои мысли он высказывает он ретранслируют он приходит там заявлять но ты там мнение так сказать своего правительства высказывает он кто посол такой в чем праве иметь свое собственное мнение что кто такой посол это вспоминается анекдот про чукчу да 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 ну да пряный посол и посол вот а он вишняков говорит цель ослабит россию для этого видимо любые средства хороши в том числе откровенной пропаганда за примерами дороги далеко ходить не надо это и парафильм генеральный план где там латвийского производства где-то в латвию захватывают и так далее о чем аватар фильм не обсуждает звездные войны вот еще хороший фильм вообще учел человека в голове на каких латышей набросился они фильм не этакий сделали он бы посмотрел тут фильм какие показывают эти сериалы особенно да в россии но тут и чет никто не против там не выпендривается из-за рубежа и это говорит посол который собственно на так вот о таких вещах вообще не должен высказываться никогда ну мы видим я говорю что я вот анекдоты рассказывает захарова этот как его главный медовица лавров шутит шутит лавров шутит этот вот тоже но этот а этот не шутит вишняков пути вообще извини вот у посла вообще у посольского работника должна быть цель и цель не озлобить в отношении своего государства которое он представляет а здесь какая цель вот он высказал что хорошего он добился этим высказыванием для россии ничего вообще все равно даже во всех даже если мы посмотрим исторические события до в ходе даже самых ожесточенных воин есть этикет в том числе посольский этикет в том числе этикет дипломатов когда они ведут переговоры да то есть там люди режут по разные стороны друг друга но все равно есть определенные этикеты определенные ну как это сказать человеческие понимания да то есть профессиональная этика вот слова правильно профессиональная этика тут у нас профессиональная этика мягко говоря страдает анекдоты рассказывают шутки шутят жириновский предлагает ядерные бомбы на стамбул сбрасывать молодцы прошит мой любимый фильм ну у меня очень много любимых фильмов но я как-то выделяю все-таки несколько фильмов я бы сказал вот такие фильмы которые я очень люблю которые я часто смотрю так и это конечно новые времена чаплина я могу смотреть вот хоть с любого момента самый нами но один из самых любимых фильмов по крайней мере чаще всего нами цитирует праздник святого иоргена я очень люблю очень безумно люблю тоже всегда смотрю смеюсь и и всем рекомендую тех люди кто меня смотрят я всем рекомендую посмотреть новые времена и праздник святого иоргена чтобы был некое понимание такое путин исключил состава совбеза россии экс-директора фскн ну понятно своего выгнали с фскн и теперь ему там где-то при мвд столуется харчуется да и теперь его но ты представь вот других кого откуда-то с должностей снимали путин оставлял в том числе и грызло в совете безопасности только недавно он его капультировал а сейчас он из совета безопасности выкидывает всех ненужных имея ввиду что совет безопасности это некое политбюро вот путин создал политбюро виде совета безопасности это я вам серьезно говорю то есть вот те люди которые там всякие золотом и так далее и те с кем он реально обсуждает что делать и с кем он будет советоваться когда мы им хвост прижмем вот он с этими людьми будет собираться и советоваться чё делать и поэтому нужно иметь ввиду всем что это главные советчики путина который в тот день до путин просто не должны доехать суд аж на читает чат суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя сургута никиту горе признав его виновным в экстремизме из размещенного им текста в социальной сети в контакте вражду по национальному признаку всяческую вражду возбуждал вот этот конечно уже всех затрахал то есть мы вчера только об этом говорили вы в нашем телемосту люди написали что мы когда писали дебаты был телемост как только написали телемост стали дебаты ну да так может быть получилось и сейчас я понимаю так что палочную вот эта система она дает о себе знать что ну в каком тринадцатом году велеть палки да они одно количество должны были экстремистов собрать в четырнадцатом году вдвое больше пятнадцатом двое больше в шестнадцатом еще лучше и сейчас вот уже начнется критическая масса в семнадцатом году то есть они должны будут выловить столько этих экстремистов что совершенно как бы не то что невозможно ну им же не охота сильно работать вот они с компьютера скриншот сделали раз слабали там человек сил поэтому я думаю что у него с этим проблемы в кремле отреагировали на прослушку разговоров по мобильным телефонам песков тут ему доложили о том что придумали систему для прослушивания телефонов внутри офиса ну узнать о чем говорят сотрудники во время работы но чтобы не было посторонних разговоров и так далее там как этот уж под и подвилами крутился песков он сказал вы знаете это частное предпринимательство я не знаю насколько это соответствует законодательства подобное изобретение данном случае я не думаю что это вопрос кремля там про какую-то мелочь его спросит это вопрос кремля про прослушку которую придумали фирме касперской натальи касперской да он не может ничего сказать а почему не может сказать потому что фирма касперских все фирмы работают очень плотно с теми кого представляет песков очень плотно работают то есть это я так понимаю их в общем-то неплохая кормушка полиция возбудила дело ольцов гбшный ублюдок сам ты пидор гбшный ублюдок полиция возбудила дело о мошенничестве в рбк да видишь такое дело что на рбк наехали как мы и говорили в общем то ну ничего они там какие-то вычисли дела уголовные которые на самом деле я так понимаю является гражданскими делами и спорил спором об акциях они являются да ты хотел что-то сказать про рбк я хотела договорить спросить вас хотел как думаете в общем с чем закончится ситуация с рбк также как до этого был с ленты и со всеми прочими то есть превратятся не в кисель-тв конечно безусловно нет я я понимаю цель но я имею ввиду хватит у рбк марка стали то у яиц прохоров будет достаточно не прохоров сейчас я думаю очень быстро и вы его плющит по всем фронтам и в общем то это он и он и так-то достаточно с такой мягкой спиной достаточно гнущийся но видишь оказал для них а и это оказалось недостаточно он должен ходить в штанах ширинкой назад да и по первому требование расстегивать а он наверно не каждый раз расстегивает ну вот связь с этим такие дела россия предлагает создать реестр интернет вещателей да это о чем уже многие сказали в совете федерации мы говорили то есть подводят по разному про капота про каких-то блогеров говорят непонятных а здесь вот никто окопов который является там каким-то вот ассоциации продюсеров кино и телевидение какое отношение к интернету вообще этот человек имеет да он там вместе с этим кренделем видео интернешнл создавал чтобы с рекламы телевидения получать бабки сейчас он хочет получать этот окопов с интернета и создатели и естер интернет вещателей вот окопов я хочу этого копова вытащить куда-нибудь на кумыску например да и поговорить с ним и сказать слыша куб авто объясни мне кто такой интернет вещатель вот кто это были он сам знает кто такой интернет вещет как я не знаю потому что что такое вещатель вот я из их закона которым они руководят вещатель это российское юридическое лицо осуществляющий фармер формирование телеканал радиоканал и распространение установлен ну и так далее а кто такой интернет это вот вещатель просто это интернет вещать то есть вещатель в интернете вот я интернет вещать конечно да и что я должен на копову платить слыша коп я те платить что ли должен я те так заплачу блять ты своих не соберешь окопов в окопе блять потом будешь меня такие вот такой крендель блять красавица ракетер нашелся отракетировать он мальцева решил ты маму свою отракетировать окопов почта россии летом начнет использовать собственные ту 204 да я муж через край просто я извиняюсь но меня всегда очень возмущают такие кренделя которые в 90-е годы блатные члены сосали понимаешь а сейчас они все крутизна такая такие рэкетеры от государства да я театр и китирую были вещатель совещать верещать 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 да вот ты знаешь почту россии кто-то очень здорово крышу и да ну совершенно уже ничтожная организация фактически все но ты пляж вот у этих путинцев у них там еще совок и все она там вот в глубине в их они не живут в информационную эпоху и поэтому все для них почта это курица которая несет золотые яйца и они прям чего не несет ну то есть раз она должна быть прибыльно по их пониманию она убыточна значит отчет там придумать или цену увеличить или еще что-то или там банк сделать почтовый или то вот свои самолеты сейчас они напридумывают а будут еще в 10 раз больше убытков я уже на эту башка должна быть сейчас там такой же окопов придет вернее там уже пришел и все приходят люди которые просто тупо хотят бабок с чего угодно таких интернет бабок помнишь как в этом канадцы хотели интернет бабок в южном парке как они там интернет денег они хотели до в южном парке надо им посмотреть этот мультик может научиться как их зарабатывать или отжимать ведущие экономисты мира призвали раскрыть данные об офшорах ну конечно это нужно во первых непонятно зачем в современном мире нужны офшора во вторых непонятно почему эти данные должны быть засекречены вот сейчас очень хороший вариант оон сказать про террористов злодеев там и так далее о том что все все бабки должны быть прозрачны и все нет вопрос но многим тем так скажем государственным структурам которые находятся у руля и при делах это совершенно не нужно сразу же первыми кто встанет на дыбы и становятся спецслужбы тот кто заявляет о том что не нужны обшоры и так далее он самый главный враг спецслужбы они будут его подставлять они его уничтожат в конце концов потому что все тогда был полный облом но если все становится прозрачно тогда все тогда они отдыхают спецслужбы полиция лондона обвинил российскую мафию в отмывании сотен миллионов долларов через биржу а кто такие российской мафии вы думаете это вот бандюки такие которые там колбасу воруют или еще чуть не этот вот как раз виланчелисты всякие так далее понимаешь то есть те которые рассматриваются как приличные люди это и есть российской мафии это не те которые в 90 не ну там есть среди них может быть единицы кто в 90-е год там бандицы ну как сейчас вот в испании попались ну отмывают вот через лондон совсем другие очень интересно фамилии будут этой российской мафии я думаю что много мы там найдем всяких на корешей путинских дата путинских корешей озерных ланцелотов в россии предлагает ввести налог для безработных ну вот теперь уже минтрут сказал что не предлагает но я думаю что информация вырвалась конечно что там рассматривается вопрос по вариантам вот которые были приняты в белоруссии что каждый кто нигде не числится работающим должен им там отстегивать бабосы какое-то количество денег потому что теоретически он где-то получает серые или черные деньги и никому не платит налоги злодей такой а вот у нас в россии более миллиона бомжей они как будут им платить а если они мне заплатят бомж они логают платишь ты бомж нам деньги как безработную быть я не плачу они в тюрьму будут сажать ну то есть следующий этап это тоже какая тоже должна быть санкция но допустим я не плачу я и принципиально не плачу на кирпаж я хотя не бомж но у меня нет ничего они у меня имущество даже не могут арестовать потому что у меня его нет что они со мной идет я нет машины ничего у меня нет что они со мной сделают ничего мне счетов нет никак вернее те счета есть на них 0 и никогда не придут на них деньги потому что я в налоговую ленточку посылаю поэтому все не придут никогда деньги даже забудьте про это что вы со мной делать вы меня в тюрьму будете сажать за тунеядство как бродского да давайте не они сказали они уже сказали что нет это 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 ложная информация она не ложная вопрос обсуждается мы четко это знаем и мы знаем кстати такую политику когда какая-то баснословная новость до появляется в интернетах потом резко заявляет что это вброс это там вот все ложная информация журналистов а потом через полгода в той или иной форме от принимается с платоном кстати если кто пора дал ровно то же самое когда впервые об этом заявили в песков там прыгал громче всех кричал что это вообще никогда такого не было и вот опять вот и что мы увидели через полгода все это приняли практически с теми же поправками с теми же вернее формулировками которые были там полгода назад сми госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста для чиновников но мы говорили об этом что сейчас они в начале для чиновников примут закон потом для всех остальных повышение пенсионного возраста почему потому что никто не выступает знаешь почему никто не выступает тоже чиновник вроде никого никому не не жалко но обратите внимание я на будущее потому что они по этой же схеме будут принимать и закон в отношении всех остальных со скольки с какого возраста мужчина у них уходит теперь чиновники на пенсию 65 лет да а женщин из которого 63 63 то есть и с гражданами они поступят также то сейчас как 60 лет мужчина с 55 женщины так вот мужчинам они поднимают на 5 лет а женщинам на 8 почему потому женщин больше они дольше живут то есть это чисто грабительский закон такой представляешь то есть они украли наши пенсионные деньги о чем мы говорили а теперь они хотят как-то перекрыться то есть назначить такой возраст до как до которого люди здесь не доживают просто в россии поэтому мы увидим что то же самое они сделают и со всеми остальными не только с чиновниками с чиновниками прокатило они какую-то другую категорию граждан и так далее кто всех подтянут ну то есть они разобщают разобщили все потому что да чиновники пошли на пусть там служит сколько хотят так далее вот на пенсию уходит хоть в 90 лет да не могли бы кстати 90 лет для чиновник все поаплодировали сказали да и фиг с ними да не вот и 100 прибыль банков в рф упала доходы руководителей выросли лишь как замечательно то есть люди а я еще проект хотел сказать забыл что это прям вот опоре и зенон у них получились то есть они через полгода повышают через каждые полгода то есть человек дожил до 60 лет они раз на полгода до 60 с половиной они еще повысили и так далее и то есть тот механизм который они предложили на самом деле это опоре и зенона это ахилл который не может догнать черепаху то есть вот в их варианте это срабатывает то есть если там это софизм это не работающая система то есть в жизни ахилл перегонит черепаху да а вот в опоре зенон он не может ее догнать если черепаха вышла хотя бы на какое-то время раньше то есть а вышло какое-то время раньше допустим а пробежал 100 метров а ахилл начал движение он пробежал 100 метров а черепах пробежал 10 он пробежал 10 а пробежал метров метра на 10 сантиметров, он 10 сантиметров, она 1, он 1, она там 1 миллиметр, он 1 миллиметр, она 1 микрон и так далее. А так как цифры бесконечно распространяются, то есть он с точки зрения вот опори Зенон не может догнать черепа. Вот с точки зрения их математики, которые они для пенсионного возраста, пенсионер не догонит тоже пенсионный возраст. Если ему исполнилось 60 лет позже, чем они начали вот эту движуху, то он доработает до 65. Как они говорят, да, он там в 60 с половиной выйдет. Хренов как дров он выйдет, он не успеет. Просто выйдет. Артисты вообще. Прибыль банков падает, зарплата руководителя растет. Почему это происходит? Это логично. Потому что нанятым менеджером хозяева платят так, чтобы хоть какая-то прибыль у банков была. То есть они стараются их стимулировать, чтобы те шли на крайняк, чтобы те совершали уголовно-наказуемые деяния. Это все денег стоит. Поэтому это вполне логично, что топ-менеджерам платят большие деньги, потому что там они для хозяина делают деньги. Но все равно это не поможет никому. Родственник Кадырова стал заместителем министра по Северному Кавказу. Замечательно иметь родственникам Кадырова. Раз и стал сразу замминистра по Северному Кавказу. Давай, тут заканчивается у нас мы еще не успеем. Что еще? Ответим на вопрос. 19 минут, да? Сейчас тогда, наверное, какие-то... А, вот важный, самый важный вопрос. Сегодня вообще это основной вопрос. То есть сбылось еще одно предсказание мое, да, когда я сказал, что евреям отдадут Алрос. Вот Алрос Путин заявил, я имею в виду, говоря про евреев, имел в виду Дебирс, а то сейчас эти сионисты встанут и скажут, вот Мальцев там злодей такой, накатил и так далее. То есть Путин дал добро на продажу 11% акций Алроса. Кому продадут эти акции? Думаете, китайцам? Нет. Думаете, японцам? Ни хрена. Продадут Дебирсу. Ну или аффилированным структурам, потому что мы говорили, чтобы Путину сохранить власть, помнишь, я говорил, что Путин пойдет, чтобы сохранить власть на все, даже на то, чтобы евреям продать Дебирс. Вот бывает Дебирс, Алроса, вот мы это видим. И сейчас мы увидим, что Якутия часть своих процентов тоже продаст, но это она сама лично решит без всякого Путина, то есть там депутаты соберутся скажут, они продать ли нам за копеечку там какой-то процент Дебирсу, например, ну или там аффилированным каким-то структурам. Так что вот это мы говорили, кстати, давно, когда меня спрашивали, как Путин будет, когда совсем в жопу залезть, как он из нее вылазить будет. Вот Алрос, это был один из загибаемых пальцев, что он должен его отдать. И не 11%, а вы увидите дальше еще гораздо большую часть, вот эти 33, которые останутся государственные, я думаю, 3 останутся, а 30 он тоже отдаст. Мы перешли к вопросам, правильно? Ну да, надо посмотреть, тут у нас еще нет. Да, ну да, давай, я просто буду посмотреть какие-то может быть еще новости такие, а ты вопрос посмотри. Ну, у меня не совсем вопрос, у нас такая разговор о вечном. Нам практически каждый эфир пишут те или иные предложения по дебатам, вот, и вернее, как пишут, говорят, вот свяжитесь с кем-то, да, там, предложите дебаты. Мы уже неоднократно говорили, что если у вас есть предложение, то, в общем-то, мы готовы, да, к дебатам. И вот, пожалуйста, у нас человек написал нам на почту, что он в течение долгого времени пытался выйти на связь с господином Федоровым, наверняка, многим известным, тем самым, насколько я понимаю, который из движения НОД. Вот. И, значит, этот Федоров там вроде как даже дал предварительное согласие, но не совсем он, а я так понимаю, какой-то его там зам-перезам, но, по крайней мере, они на связь вышли. То есть, наш соратник с ними связался, там их задолбал сообщениями, вот, и вполне возможно, что в ближайшее время у нас, ну, мы, по крайней мере, попытаемся, да, сделать с ними телемост, дебаты, как это правильно, с ними, наверное, уже точно дебаты у нас будут. Ну, молодец. Вообще, я вот призываю соратников, если вы же заходите в различные чаты к каким-то там гражданам и так далее, у которых и есть тоже свои, может быть, каналы, пишите об артподготовке, задавайте неудобные вопросы, чтобы люди что-то отвечали и так далее. Таким образом, мы будем привлекать внимание к 5-11-17-го года, причем можно открыто задавать вопрос, как вы вот к этой теме относитесь, а вы будете с нами 5-11-17-го, там вы купили уже каску или там оденете, как Дон Кихот, тазик для бритья такой вот там на голову. В общем-то, это хорошо, и такие вопросы, они будут продвигать вот эту тему. Вячеслав, у Вовы какая пенсия будет? Не знаю, какая. Я думаю, что у всех, кто с Вовой, никакой пенсии не будет, они будут, они еще отработать должны тот ущерб, который причинили, они будут как бы отрабатывать, за харчи, я думаю. Ну, этим трибунал займется. Я просил того, конечно, чтобы повесили, но если трибунал решит, что их надо повесить, пусть вешают. Но я считаю, что большинство, по крайней мере, вот те, которые, там, ну, не первые лица, они должны отрабатывать, они должны своим трудом все это дело загладить причиненный вред. А иначе как? Передайте при этом Владимир. Ты, кстати, вот Вову в Гаагу, не отдадим и Вову в Гаагу, вы что, ни в коем случае, зачем? Какой в Гааге, там, ему дадут три года условным, блядь, и все, нахера вы что? Нет, только трибунал в Москве, никаких Гааг. Не, ну, если они захотят еще что-то сверху нашего, таки вопросов нет. Нет вопросов, да, там, если они прицепить захотят что-то, ну, это их право. Но я не думаю, что они прицепят больше, чем мы. Ну, в плюс к нашему. Ну да, к нашему, я думаю, в плюс уже ничего не прицепишь. Потому что там, ну, или пожизненное, как я вижу, вот, я своим, как говорится, юридическим умом вижу, либо смертная казнь, либо пожизненная. Два пожизненных, а потом, через несколько лет, в качестве милосердия, одно пожизненное мы амнистируем. мальцев дебил и агент Путина. Какой же дебил это написал? Какой же дебил это написал? Дебил. Дебильность – это слабоумие. вот как-то, мне кажется, все-таки неправы вы. А что, агент Путина, тогда зачем Путину враги, если у него такие агенты, как мальцев? И врагов не нужно, блядь. Задают вопрос. Вот, если сейчас мы с вами заканчиваем эфир, и к нам в дверь стучится человек, который говорит, что приглашает вас на какую-то высокопоставленную должность, и официально на высокопоставленную должность в Украину, ну, там, генеральным прокурором, например, вы бы согласились? Год назад бы, да, потому что у меня было время год поработать, а сейчас-то вряд ли, потому что нам нужно свою революцию здесь делать. А год назад это было бы в самый раз, чтобы можно было показать там очень серьезную работу, очень серьезную работу, и где-то за год, ну, вот, там, начиная с ноября 2016 года, то есть, уже непосредственно заниматься революцией, да, но показать прежде, это было хорошо, это было бы очень хорошо, но поздновато, то есть, если бы год назад в мае это сделать, то оставалось бы полтора года для того, чтобы показать хорошую работу там, и, в общем-то, стать номером один здесь вот. ну, видите, как-то мы не можем отматывать назад, не умеем. Слава ебанте троликов. Тролики. Хорошее название, я не слышал ни разу. Тролики. Спрашивайте, есть ли смысл идти голосовать на выборы в Госдуму? Ну, не знаю, пока еще мы не видим саму конфигурацию этих выборов, чтобы понять, что имеет смысл, что не имеет. Так, конечно, по жизни, но не имеет никакого смысла, вы же сами понимаете, что там будут и подтасовки, и всякий геморрой, но мы не знаем вот сейчас тонкостей. А тонкости мы узнаем только ближе, когда начнет все регистрироваться, потому что там внутри системы очень ведут хитрую игру люди, очень хитрую игру, и они могут сами себя переиграть, и здесь вот нам нужно как бы вовремя стоять на шухере, так сказать, чтобы сразу бам, как только они переиграют, чтобы еще их и нахлобучить. Там, ты прочитал сегодня новость, что Единая Россия на праймере сколько денег потратила? 600, там какая-то страшная сумма, сейчас я найду ее быстрее. Пока на другой ответим. Вопрос, Вячеслав, как будем решать проблему онкобольных? Проблема онкобольных это стоящая из трех китов, да? Первое это лечение, это прежде всего новые технологии, это прежде всего обученные врачи, ну и так далее. Но если у нас денег не будут красть, то, наверное, мы в состоянии купить любые аппараты и любые лекарства, любые препараты и любых врачей сюда пригласить на некоторое время, научить, если наши вдруг не могут. Я уверен, что наши, конечно, могут. И у нас достаточно умных людей, просто как-то это продвинуть надо. Для этого что нужно? Для этого нужна воля и деньги. Это вот первое, это лечение. Вторая тема это умирание и смерть, да? То есть, нужны хосписы, нормальное человеческое умирание, то есть, нужны наркотики обезболивающие. Мы говорили про наркотики, про все, то есть, врачи не будут бояться выписывать наркотики, что его из-за этого привлекут к ответственности. Ответственности не будут, зачем нам это придумать? Ну и так далее. То есть, вот, и третий кит, конечно, это окружающая среда. Вот три вещи, если мы решим эти три вопроса, то у нас как бы вопрос онкобольных с первого места уйдет не на первое, на какое-то, но все равно останется очень серьезным. Потому что пока человечество не научится лечить рак, мы ничего не сделаем с вами. Для нас это всегда будет суперская проблема, которая, извиняюсь за такое выражение, будет в топах. Вот топ проблем онкобольные у нас в топе будут. Всегда. Пока мы не научимся лечить. Чтобы научиться лечить, нужно опять же деньги, деньги, еще раз деньги. Сергей Пепеляев нам пишет. Мальцев, обрати на меня внимание, два года пишу, хоть плюнь в экран, как человека тебя прошу. Пепеляев, хорошая фамилия, Пепеляев это великий летчик, который сбил, погуглите, я сейчас могу ошибаться, 23 самолета Сейбра в Корее, конечно же, в Корее, он был в полку Покрышкина, Пепеляев, и сбил 23. Сколько сбил Пепеляев? Погуглите кто-нибудь, я теперь буду мучиться. Я гуглю уже. Кто-нибудь сейчас нарисует там. Рака нету. Да хорошо, если мне будет. 23. 23? Да. О, блин, и здесь я не ошибся, надо же. Сейчас вот скажут, что вопрос был подготовлен, а Мальцев тут вот он такой хитрый. Представляешь, какой нужен коллектив, чтобы подготовить вопросы. вот две главные версии. Мальцев заранее готовит вопросы, и все это происходит в записи, они в прямом эфире. Зачем такие сложности, я не знаю. И при этом, если на подобных вещах уже неоднократно ловили федеральные СМИ, у которых очевидно есть намного больше ресурсов, гениев, каких-то денег и так далее, и нас почему-то за многие годы до сих пор ни разу на этом не поймали. То есть на том, что мы там что-то в записи или какие-то у нас подготовленные вопросы. Очень странно. Да, Сергей, видите, сколько к вам внимания, вы говорите, не плюнули ни разу у вас, вон даже однофамильца вашего вспомнили. и я сам пишут, плюй, давай, ну зачем мне плевать на человека, который по крайней мере нас смотрит два года, я ему уже за это крайне благодарен, да еще одна фамилия с такого великого человека, может вообще родственник, как это, плюйте, что же это, что Путин, что ли, чтобы не на него плевать, ни в коем случае. И по предыдущему вопросу, я от себя хочу добавить вопрос, что с ВИЧ-инфицированными, потому что Минздрав говорит о том, что грядет эпидемия, и действительно количество заболевших очень велико. Да, любая болезнь, которая сейчас есть, и которая, ну, так скажем, требует диспансеризации, какой-то, какого-то контроля, да, любая такая болезнь сейчас будет проявляться все больше и больше. Мы видим то же самое по туберкулезу, по раку и так далее. То есть, нужно вкладывать туда деньги, во все эти вещи, нужно двигаться вперед. Деньг хочется украсть, вперед двигаться, ну, скучно, а что, это же не не на виланчеле играть, да, то есть, есть приоритеты. Вот, когда на полном серьезе выходит там, лидер и говорит, вот у нас приоритет победить рак, вот я в лепешку разорвусь, мы сделаем все, чтобы, значит, эту болезнь победить. И, если все остальные ему верят, они, они понимают, что, если будут воровать, по крайней мере, вот на этом участке, их, конечно, всех посадят. Если будет плохо работать, их выгонят, ну, и так далее. А здесь, когда выходит лидер, так называемый, начинает гнать какой-то фуфел, а все понимают, что приоритет это вот это, у-у-у, это два миллиарда, через Панаму желательно в месяц откачивать, да, ну, тогда не верят люди. И они понимают, что приоритет это бумажка с портретом мертвого американского президента, и все. Вот это приоритет. По поводу выборов хотел еще два слова сказать. Вопрос был, есть ли смысл идти на выборы. Есть смысл идти на выборы в качестве наблюдателей, особенно если вы, в общем-то, наши соратники и готовы свои права отстаивать, да, там не нужно каких-то энциклопедических знаний, достаточно найти какой-то путеводитель, да, то есть основные моменты. Но это очень легко делать, погуглите, и всех приглашаю стать наблюдателями, ищите, в общем-то, заинтересованных людей. Мы знаем, что даже парламентские партии находят действительно идейных наблюдателей, которые потом, в общем-то, борются за то, что на конкретном каждом участке, в общем-то, проходит действительно честный выбор. Это уже будет большой вклад. Да, вот. И, а вот Сергей Попеляев, наконец-то, спасибо, очень приятно. Вот я его увидел, вот, молодец. Вот, и, тут написали, что рак побежден, и что на самом деле, ну, что выгодно, чтобы люди умирали. Я вполне допускаю, что есть уже технологии лечения, вполне допускаю, и что просто они скрываются, потому что, ну, интересно продавать какие-то медикаментозные препараты в большом количестве, какие-то вещи, но если эти скрываются методы, то, значит, рак не побежден, потому что мы видим результат. Побежден, это вот, как оспа. Вот оспа побеждена, да, никто не болеет оспой, всех уже, вот, меня еще дважды привили, а уж многих вот из моих зрителей и не прививали, да, а меня же дважды сделали оспой и туберкулез, дважды привили. Ну, в младенчестве, конечно. Хороший вопрос. Суд Франции снял арест с ВГТРК по делу Юкоса. Путин опять доказал, что он является властелином мира. Как вы собираетесь бороться с Богом? Власть Владимира безгранична, все страны подчиняются ему. Вот, друзья, сделайте точно такие же посты, только Вячеслава Вячеславовича и отправляйте там в ноту или еще куда, это будет очень здорово. Да, это очень хорошо, кстати, тут великолепно срабатывает. На самом деле самый лучший троллинг вот такой. Вячеслав, что сделаешь сельхозпром страны? Вы говорили, что сельскохозяйственной промышленности не нужно только мешать и все, все остальное они сделают сами. То есть, если людей не обкладывать налогом, если не будет сельскохозяйственного налога, если давать, так сказать, все возможности... Условия? В первую очередь... Ну да, Условия... Какие условия? Условия, во-первых, возможности торговать этим. Вот мы приходим даже по мелочи. Мы знаем, что основная масса сельхозпродукций у нас на приусадебных участках производится. Я когда это узнал, обалдел, когда узнал, что 64% сельхозпродукции в 2005, что ли, в 2006 году произведено было на приусадебных участках. То есть, это не вот Саша Ворс со своей артелью произвел никто, а вот гражданин, просто который там едет, у него есть 4 или 6 соток, он там что-то выращивает, с этого продает. Какой результат был после этого, когда об этом все узнали? Они запретили продажу. То есть, ни один человек, который у нас в Саратове что-то вырастил, он не может, кроме как на каком-то рынке, который они определили сами и так далее. И где еще с него сдерут? Да, там не сдирают, там бесплатно вроде бы, Ну, а так как вот куда-то принести, ну, а в основном мы знаем, кто сидит на обычных рынках, которые в шаговой доступности, они в основном либо скупают, это в лучшем случае, а как правило покупают откуда-то, с зарубежа, раньше из Турции покупали. Ну, и сейчас, я думаю, из Турции покупают только эти документы азербайджанские. Потому что раньше помидор такая была турецкая, а сейчас она числится азербайджанская. Понятно, что документы там подложить, ну, как два пальца. Тем более, или провести, ну, из Турции в Азербайджан, и в Россию, да можно и не провозить, нужно и так направить. Вообще, по сути, те, кто сейчас, вот особенно сейчас, занимается сельским хозяйством, это такие, в определенном смысле, самоубийцы. Это игра в русскую рулетку, вот, очень правильное сравнение. Потому что, если вот сейчас мы задумаемся на тему того, как начать сельское хозяйство, то мы поймем, что необходимо такие колоссальные займы брать, и под такие колоссальные проценты, что если мы прогорим, ну, я не знаю, то есть, вот, представьте, человек прогорел, у него там есть техника, купленная там, на какие-то невероятные кредиты, да, есть земля, которая тоже так же там приватизирована за какие-то невероятные деньги, там, взяты в аренду, да, и так далее. То есть, если человек прогорел, то, по сути, он из этих долгов будет выбираться до конца жизни, еще непонятно как, то тут вот действительно игра в русскую рулетку, прогоришь, не прогоришь. То есть, в первую очередь, нужно вот эти риски, риски, лишить людей рисков. Не, ну, сельхозники многие, я со многими знаком, они мне демонстрировали на практике, как, если их не давить, что из этого получается. А получается, изобилие, даже при вот, рисковом земледелии в Саратской области, все равно изобилие, не получается. А уж там где-то, я не знаю, в Краснодаре, там, в Ростове, Ставрополь. Вообще сказали. Импортозамещение. Да. Так, что там еще? Ну, наверное, пора заканчивать, да? Спрашивают о Саяцком, я общаюсь, ну, если вижусь, редко, случайно, если вижусь, то мы как бы раскланиваемся, здороваемся. Как-то он, помню, такой, навеселее был, полез обниматься, целоваться. Бывает, что-то. то есть даже у вас вот дипломатические отношения поддерживаются, несмотря на то, что были противниками, ну, или остаетесь, не знаю. да, но сейчас, сейчас у меня нет противника. Дим меня напрягал, когда был губернатором. Все, он перестал, я его, как... Так. Что будет с Машей Захаровой после революции? Я не знаю, но она сама определится. вы понимаете, Захарова, наверное, это не самый страшный человек путинского режима. То есть, ну, так она что-то там. Что обычно с толмачами делали, да, в кипятке, говорит, ему, говорит, переводить был, у нас один толмач немчил, говорит, ему переводить, а он только не вяжет. Ну, мы его в кипятке и сварили. Помнишь, он говорит, нельзя так обращаться. Ну, вот, мы точно ее в кипятке варить не будем, я вот обещаю, однозначно, потому что, ну, а что она, ну, кроме того, что она рассказывает глупые анекдоты, она особо сильно не вредит никому. Ну, так, ну, поприкалываемся. Ну, просто она не будет по Первому каналу рассказывать глупые анекдоты, вот и все. Трамбовать ее навряд ли кто-то... Или наоборот, она только и будет по Первому каналу рассказывать глупые анекдоты. Она найдет себя, и мы еще будем сидеть, как, ну, погоди, в ладоши хлопать, да, я согласен. Поэтому это не... они нам не враги, вот иногда мы на них наезжаем, но поймите, враги-то те, кто реально, говорят, они обслуживают эту машину, да, они ее облизывают, там, что-то от ее имени высказывают, но это... это не те, кто должен за это очень сильно пострадать, да, то есть, это такие машинистки, ну, пусть... мы вот, как... я, например, всегда был против, когда читал и удивлялся очень, что когда там гестапо признали преступной организацией, то всех загнали, там, машинисток всяких, кто там, кто пальто в гардеробе подавал, всех, из гестапо, все, в тюрьму, и минимум люди два года отбухали, не, ну, кто-то говорит, что, может быть, это правильно, но у нас нет такого ресурса, во-первых, и незачем нам их туда всех загонять. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите, до новой исторической эпохи осталось 540 дней, просим вас, подписывайтесь на наш запасной канал, потому что, если нас вдруг тут отключат, у нас будет возможность через запасной выходить, там все реквизиты есть, подписывайтесь на подготовку, нам 100 тысяч надо обязательно этих подписчиков, чтобы у нас был свой менеджер, а там какой-то, как это называется, какой? Модератор. Модератор, не, в общем, какой-то свой там этот. В общем, нам это определенные регалии просто дает, и в том числе регалии по защите, то есть сейчас нас отключить гораздо проще, чем нас будет отключить, при условии, что у нас будет 100 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на сайт Волна Перемен с тем, чтобы вы 28-29 смогли за меня проголосовать, то есть фактически смогли проголосовать за 5-11-17-го года в среде оппозиционеров, потому что среди оппозиционеров, надо сказать, меньше даже, вот я имею в виду либеральной части поддерживают 5-11-17-го года, и вот вчера вы в этом могли убедиться, в теле мосту. Поэтому в общем нужно заявить свое резкое «да» 5-11-17-го года, до которого осталось 540 дней. Спасибо. У нас реквизиты менялись, будьте внимательны, все в описании. Спасибо. До свидания. До свидания.